так всем привет ребятки сегодня у нас в гостях разработчик fleon games линейки игр elmarion леонид федорищев здравствуйте леонид здравствуйте всем привет да здесь у вас уже три игры первая игра у вас это elmarion dragon time то есть время драконов если я вдруг неправильно группа не поправлять если что так вышло 12 марта 2020 года вторая игра получается elmarion dragons princess это 14 декабря 2020 года и 3 и 3 игра соответственно elmarion the lost temple все темпл все правильно вот получается три игры и срок годности хотел сказать год выхода почему-то написано 21 года в феврале если я не ошибаюсь то есть принципе промежутки сами по себе такие небольшие и вот первый вопрос который я бы хотел наверно задать почему драконы почему драконы почему именно драконы хороший вопрос на самом деле конечно многие даже задают никогда не могу сказать что прям сильно увлекался или увлекаясь драконами ну вот и и делал игру изначального людей по герои были люди потом чувствую что что-то тяжело все идет нужно что-то вот поменять стала смотреть и наткнулся на дракона у меня как будто вот все поменял всю концепцию вот первая игра должна была быть по людей по героев людей поменял главных героев сегодня люди уже дракон ах так вот думал вообще упростить думал упростить игру ну там несколько персонаж да тут будет дракончик думаю летать ресурсы собирать может что-то кого-то пожжет думал сделаю быстренько как не знаю как тренировка что ли а потом уже к основной игре вернусь вот про героев людей ну вышло как всегда я понял я понял так а вот тогда сразу давайте тогда ребятки перейдем к трейлеру принципе чтобы вы представляли вообще что оно из себя представляет а нас пока я сверну опять играть за обычного человека не опять играть за обычного человека не надоело попробую стать драконом летай и сжигай всех подряд раскрывай тайны подземелий и находи там сокровище получай еще больше силы с помощью найденных предметов прокачивай крутые навыки и покажи всем свою мощь если хочешь помогай людям если нет пусть боятся и убегают сожги город если хочешь но помни твоя миссия спасти красивый мир эльмарион и одолеть нашествие нежити эльмарион драгон тайм так ну в принципе вот трейлер и закончился так давайте немножко тогда поподробнее хотя бы игре там я понятно что изображено в принципе эффектно кстати изображено особенно холодный прям вообще прям нормально такой ледяной дракончик очень эффектно выглядит о чем она вообще вот будет ну то есть точнее есть она о чем вот хотя бы чтобы людям ну перед покупкой хотя бы понимали все равно пойму понимая геймплея много но мне кажется приятнее было услышать допустим от разработчика так вкратце хотя бы не то чтобы пересказ какой-то цель ну я смотрю я помню по крайней мере первой версии лично от себя то есть я когда-то соглашусь я тестил когда-то даже первую часть игры то есть это было очень приятно я только начинал это все и там не было допустим того же самого вот это одевание брони сейчас я смотрю там вообще множество там чуть ли не на хвост уже можно одеть все что угодно то есть всякие разные обмодирование прокачка там скиллы то есть вообще игра полностью я бы сказал модифицировать полностью прям доработано прям так хотя бы вкратце то есть ну по заданиям как что вообще цели мотивации там ну вот собственно когда да увидел этот случайного дракона когда вот менял концепцию и вот как не знаю может быть тогда идея пришла что вот почему все игры про людей про людей да взять на кого-то другой дракон он обычно да босс монстр и вот захотелось вот это вот что-то такой оригинальности чтобы полетать именно почувствовать я не знаю что может быть я об этом уже писал там полетать за дракона я вообще хотел вначале сделать чтобы просто идея была чтобы просто полетать потом уже все стало добавляться что вначале думал что он будет вздвой как как бы как монстр на полетать за босса да потом нет сделай его хорошим пусть он будет помогать вот так что так меня менялась концепция в принципе наверное под это динамично да о чем игра ну в общем да получается что вместо классических людей мы летаем за мощных такого босса да сразу дракона который кстати сразу в принципе сильный большинство первых юнитов можно посмотреть там за один там два выстрела я думаю это логично потому что если бы он был знаете конечно людей бомжей там да которые там с ножичком бегают либо вообще надо было такого маленького дракончика делать который еще ходить не умеет в принципе сражается ну в противовес дается там зато потом может быть ехать массы да массы не знаю сколько это получилось но я работал над оптимизацией очень активно чтобы можно было подгружать там массы противников чтобы полить так сразу там этим магнитошечным планом сразу сжигать много было это были вот эти эффекты но насчет квестов не могу сказать что там прямо что-то заумное но но второстепенные задания есть и классическая там какая-то сюжетная цепочка есть основной был геймплей у меня в принципе все наверно игру так вот конечно я вообще редко встречал да вообще не помню по крайней мере последний раз когда вообще играл что-то летающее то есть какие-то мамочки помню выпускали но у них во-первых дракончики были вот такие маленькие летали они там что-то харкали можно сказать просто чем-то непонятным и все то есть ну в большом таком плане виде с видом камеры им дону такого ну впервые только у вас попробовал принципе то есть ну по механике игры вроде как мы разобрались принципе то есть и насколько я помню раньше можно было только огненным драконом сейчас есть выбор да уже да первую версию да вы играли еще один был дракончик да без эмандирования очень мало было чего сейчас уже дракончиков 4 есть и лекарь да такой зелененький есть за холодный дракон там всякие вот красивенькие да с эффектами снежными и электричество которое место классического пламени там он как молнии такой стреляет так хорошо 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 давайте тогда перейдем ко второй части первую ну первую часть я кстати она у меня есть и и походу на нее обзорчик делаю потому что давненько я уже не заходил это уже прям надо у меня столько игр что у них библиотеки уже там я не знаю заблудиться можно как это я не знаю лондонская библиотека то есть в любом случае сделаю обзор обязательно скину вам и ребятки ссылочка обязательно на steam конечно же оставлю в описании и группу вконтакте обязательно то есть давайте перейдем в принципе к второй части сразу же не будем тянуть и соответственно смотрим тренинг ребят they say dragon like to kidnap princesses but sometimes princesses find their own dragons become a dragon and maybe a princess will find youtube just remember you must guard your princess and do not allow any knights to offend her show the princess the full dragon's power the power of fire the power of ice the power of lightning the power of nature и 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 эл-мария так вот и закончился трейлер второй части так леонид теперь вопрос такой чем изменение ну в чем разница между 1 2 какие добавления какие изменения что поменялось что добавилось добавилась принцесса это я понял да вот сразу может быть предвосхищу потому что первые же вопросы конечно это может быть там какие-то комментарии чем там еще одна игра про драконов первую там побольше скажу что когда дел вот эту первую игру как бы некоторые концепции некоторые идеи вот пришлось как бы выбирать да между том и тем и вторая игра была вот идейно вот взять как бы пылой попробовать другие диаметрально противоположные идеи и в чем они собственно заключаются да здесь во второй если первая игра она такая больше типичный рпг где там мы летаем исследуем мир выполняем задания то здесь я нацелился на массу не знаю стороны разрушения не разрушение а там уничтожение так сказать врагов чтобы масса была вторая хотелось мне попробовать ну такой жанр не знаю вот tower defense совместить его с драконами ну только тут как бы монстры да идут вот к этой принцессе ее нужно охранять вот такая вот какая-то такая концептуальная смесь тоже опять хотела дракона сделать плохим но не опять не совсем это получилось добрая душа у вас добрая да то есть она ну грубо говоря ну как полностью как первая часть только добавилась но та самая принцесса охранять потому что я помню тоже опять же я видел и геймплей я сам просто играл и тестил что-таки жесткий там такая гульба на нее бежит и как бы тебе нужно ну я понял как такого формата имеется тут какие отличия основном это все-таки не такая классическая рпг не открытый тут мир последовательные миссии идут локации за локацией мы не можем свободно летать и выбирать куда мы полетим вот нам локация за локацией дальше у нас в принципе вот это вот да тавер дефенс мы ну не тавер дефенс защита защита это принцесса наша основная цель да ему массы массы врагов ну с моей точки зрения достаточно серьезное отличие от первой игры ну может быть кому-то такой жанр больше я вот хотел попробовать не ну конечно в любом случае как бы то же самое поддержим в любом случае ссылочки ребятки соответственно на игру то же самое будет в описании обязательно так ну и принципе перейдем сразу к 3 и уже будем наверное переходить более общим таким вопросом наверное так что давайте тестить трейлер третьей игры здесь уже будут совсем другие изменения совсем здесь уже люди да погнали на игру want to explore the mysteries of the lost temple but there are many dangers height gather your team of adventurers choose your heroes from eight classes Each hero has 10 unique skills, and go to fight skeletons, spiders, ghosts, and other dangerous creatures. In the dungeons, you will find many mysteries and secret places, in which you can find valuable things. Get each hero in great armor, and then you will not be afraid of the most dangerous enemies. Explore all dungeons, and find an ancient powerful artifact. Elmerion, the Lost Temple. So, now tell us about the third part. Why are these rare changes? Where are the dragons? Well, basically, I started my journey in GameDev. I started my journey in GameDev, with which I didn't have a dragon. It just happened to me. Well, I planned and planned and promised in my group, that I will return. I, in some respects, hold my word. It was the idea of Magic Magic. There was a game where part of the heroes were. Yes, if I'm not mistaken. Heroes of X. Well, 10. Might and Magic. Well, 10 is a part, but it's not really. It's a step-in. It's a step-in. It's a step-in. I did a game in GameDev. I remember the game in GameDev. I was to return to GameDev. I was to return to GameDev. And I went back to GameDev. And, again, when I returned to GameDev. I, again, like a few years ago, I knew that, again, it's a tough game. эта игра Меч и Магия, делать такой аналог ее полный, даже вот с учетом наработок по драконам, вроде уже РПГ, да, что-то научился делать, сколько вот этих модулей готовых, и все равно тяжело, все равно много, я решил срезать, так сказать, даже не половину, не знаю, там, сколько процентов, может, 70-80, не больше, от Меч и Магии, условно, да, и получилось что-то типа Доншин Кроллера, да, то есть там в Меч и Магии, смотрите, много есть городов, там, да, много подземелий разных, много персонажей, много квестов, просто море, я думаю, вот у меня будет подземелье, ну, может быть, несколько там локаций, их нужно будет этой партией исследовать, вот у меня такая урезанная, очень сильная идея была, ну, чтобы в реальные сроки сделать, потому что я вижу и знаю, и сам имею опыт, насколько можно углубиться, да, и застрять в разработке действительно большой РПГ, поэтому получилась такая идея в третьей игры, что даже Доншин Кроллер, ну, что-то вот из Меч и Магии, что партийная, партийная несколько героев, вот, ну, потом она, конечно, опять обросла немножко дополнительными деревня стартовая безопасная пила и появилась, потому что я посмотрел по демке, что а, куча пауков, да, вот тоже, и некуда спрятаться, да, и как-то вот мотивация, а почему мы там вообще ходим и зачем, все-таки нужно хоть какое-то там несколько квестов дать, чтобы направить, да, игроков, зачем мы вообще туда пришли, что там вообще делаем, и получилось уже даже какое-то большее сходство с Диабло, особенно после того, как я добавил динамическую генерацию всех локаций, новиночка такую, я думаю, использовать затем и в обновлении Дедраконов, вот, мне действительно, мне это понравилась очень идея, генерировать случайные локации. Кстати, да, прикольно за идея, да. А, в принципе, по прокачке и по всей, ну, все так же будет, да, насыщенно, то есть магия, ну, как бы, силу, урон тоже самое, да? Все, в этом фэнтези здесь 8 героев, ну, здесь он по нам получается очень большое разнообразие. А, то есть, 8 даже героев? 8 героев, даже не в Драконов, там мне 4 до 4 до вас, здесь 8 героев. Ага, то есть, вы, да? 8 из 4, да, то есть, комбинаций много. Даже так, я думал, я думал только 4, то есть, ну, даже на превьюшке, да, я думал просто 4 героя, а там, оказывается... 4 слота для героев, да? 4 слота, а выбираешь сам, да, классы какие себе надо? Да, можно взять 4 рыцарей, можно взять рыцаря, мага огня, мага там, холода, лучника, там, может, 4 лучка в комбинации, соответственно, очень много. А, то есть, ты, получается, бьешься, как бы, одним, а остальные, они, как бы, тоже урон наносят, да, получается, одним? По очереди. По очереди. Да, но тут система, в принципе, я особо, ну, немножко добавил, за основу я взял систему известную из, собственно, игр серии Меч и Маги. То есть, там становится активная способность, у каждого героя ставится, да, ну, какой-нибудь навык, там, выстрел огня, там, или еще какой-нибудь активной способности. Он будет этим атаковать. За огнем там еще какой-то герой, с луком, если не в нем, не в нем. Вот, мы нажимаем там Fire, ну, какой-нибудь, что-то будет, левый промышленник, кто-то настроит. Он сделал свой ход, герой, передается автоматически следующему. И они так по очереди, получается, стреляют. Вот. Что я добавил своего, как бы, может быть, ну, не совсем своего из дьявола, что мы можем иметь горячие клавиши, и мы можем внеочередности какого-то героя вызвать спелл, способность с помощью какой-то горячей кнопки. У меня это 7 штук, циферка 1, 2, 3. Ну, лечение, надо срочно кого-то подлечить. Я вызываю там лечение, на циферке 1 у меня стоит. Мне нужны герои автоматически выбираются, автоматически лечат другого героя. Все понял, все понял, достаточно все ясно. Так, ну, игрушку я уже скачал. Ключи нам, кстати, скинули. Давайте начну с того, что если у кого будет самый идеальный, грамотный, красивый комментарий, получат, конечно же, ключик обязательно на прохождение. И, соответственно, для у кого нет финансов каких-то, либо еще купить игру, то, соответственно, есть демо. Демка еще есть, ее можно будет поиграть, протестить какое-то время, там, полчаса, да, вроде, где-то так, около, если. Демка, там как бы не по времени, там по локациям, да. Ну, как бы он на полчаса, на часик. Да, смотря как вы будете действовать, да. То есть это уже зависит от вас. Ну, в принципе, в любом случае можете протестить уже и определиться, нужно вам это или нет. Ну, опять же, я запишу обзор, я сделаю запись геймплея, точнее, и то же самое предоставлю, в принципе, Леониду, чтобы он и оценил, посмотрел, где какие баги, не баги. То есть, ну, постоянно с играми, в принципе, работают, насколько я знаю, постоянно слежу за ними. То есть где-то баги, фиксы, то есть это все устраняется. И, в принципе, давайте продолжим, наверное, отвлеклись уже. А насколько длинные игры вообще? Ну, вот, сами, ну, вот просто. То есть я вот если начну, допустим, и начну сразу по главной линии, вот насколько быстро я пройду. Ну, вот любую игру. Допустим, даже взять первую, вторую, третью. Я, может быть, сейчас напугаю, да, вот я у меня игра... Я дал своему брату поиграть, опытному игроку, да, который Мичемагио проходил все серии, да, вот, и он на помолчанию уровня, помолчанию стал легкий уровень, всего пять уровней, это в второй последовательности. Ему понадобилось 34 часа. Я смотрел также другой игрок, играл в Стиме. Прям совпадение. Тоже 34 часа. Ребята, соревнуемся. Так, отлично, ладно, хорошо. Ну, примерно хотя бы, да, уже будем знать. Хорошо, более 30 часов, но на легком уровне. Да, все понял, хорошо, хорошо. А теперь уже переходим, наверное, более к общим таким вопросам. Будут ли еще проекты? И либо из этой же линейки, либо что-то новое. Ну, будут ли вообще? Планируется? Конечно, конечно, конечно. Я сейчас в ГМД, да, погрузился, мне это очень понравилось. И потом по той же Мичемаги, вот этот вот опять я осматривал проект, вообще говоря, опять как тренировочный. То есть вот это я как сказал, обрезал от него, там процентов 70, да, чтобы попробовать вот эти свои силы в такой вот РПГ партийный, да, где только подземелье есть. И я нацелен на полноценную теперь Мичемагию. Не знаю, насколько это, конечно, ну, теперь с учетом, да, полученного опыта. И хочется сделать уже нормальный открытый мир, чтобы много было городов, деревень, персонажей и разные уже локации. Но я так понимаю, это надолго, может быть. Хотя я... Хорошо, если год, хорошо, если два. Это вот такие, может быть, долгосрочные планы. То есть, по сути, ну, проект будет, да, похож на прошлую часть. Это да, попартийный. Следующий проект, я так планирую, что будет вот что-то наподобие уже полноценной Мичемагии, наподобие третьего проекта, вот эти про героев людей. Кстати, если вы вдруг, кстати, вот если вы вдруг, вот прошу вас прям, вот я тоже люблю героев, в принципе, сам по себе, если будет возможность, сделайте немного, ну, тактичный, пошаговый. Вот если будет пошаговый, вот я вам серьезно говорю, разлетится, фух и прах. Вот просто, ну, вот объясню. То есть, когда ты, в принципе, бьешь, ну, то есть у вас все равно есть какая-никакая тактичность, то есть постоянно, то есть герой меняется, да, как бы это уже, ну, уже, это не просто, то есть, выражусь таким, грубым словом, дрочильная какая-нибудь, что просто херачишь и все. То есть это уже какая-то смена, какой-то навык, да, это уже какая-то логика есть. Почему пошаговый? Вот я тоже вот вышел недавно Kings Bounty, да, то есть я тоже обожаю вот это. То есть нужно подумать, проявить, наверное, какую-то хоть логику, просто тут и так и дома за парой, да, я охота просто посидеть, не думать, там, я не знаю, о финансах каких-то проблемах, посидеть, подумать, так, ага, а если я вот ему сейчас нанесу, вот урончик, ага, тот кого ударит, а? И ты вот сидишь, думаешь, так, делаешь, да, бляха, муха. И вот я не знаю, ну, мне, по крайней мере, это делает какой-то реально кайф прям, вот когда ты сидишь и думаешь, что, во-первых, это мышление развивает, хоть какое-никакое, но, ну, ну, просто это не то, что это мой совет, просто, ну, вдруг будет возможность какая-то, да, вот это сделать. В любом случае, буду очень благодарен. Ну, и, в принципе... Хочу хотя бы прокомментировать этот момент, что, кстати, на мое удивление, может, не знаю, но... Хотя бы чуть-чуть можно. Очень многие об этом говорят. И у меня мотивация так, что сейчас появилось действительно сделать, ну, на тренировочный, да, действительно пошаговую какую-то... Я не могу обещать, потому что, мне кажется, достаточно сложная задача, я попробую. Даже хотя бы, да, не то, чтобы прям пошаговые какие-то переходы, а прям вот... Бой-бой пошаговый. Да, да, просто хотя бы был у тебя выбор ударить кого-то, либо что-то, и либо выбрать, допустим, дай-ка ударим магу, ударим масухой, допустим. Какой урон вдруг крит прилетит, ударим мечом-то. Ну, и вот это, чтобы переключение, это было бы очень круто, если честно. Так, ну, с этим, в принципе, мы разобрались. Так, хорошо, хорошо. А вот теперь более перейду, наверное, к таким вопросам более. Было ли тяжело? Вот хотелось ли вот все психануть, бросить, достало там, устал, все, и уйти в вздопой куда-нибудь, я не знаю. Допустим, ну, было такое время? Все равно вот три игры все-таки, как бы, ну... Сейчас... Тяжело, конечно, тяжело, оно, наверное, постоянно, но оно интересно, очень интересно, и с учетом какого прошлого опыта, я, видите, стал их быстрее разрабатывать, и вот мне что-то урезаем функционал, да, ну, что-то, конечно, разрастается, но, тем не менее, я как бы вот как-то научился их, ну, что-то урезать, что-то уменьшать, чтобы побыстрее, чтобы не растягивать, как, знаете, многие разработчики, ну, вот я знаю, некоторые, которые 5, там, лет 6-10 делают проект. Почему я знаю, да я на собственность прошел, хочу сказать, что первый подобный проект, который тоже RPG, тоже на основе, наподобие мечи-маги, я делал еще в 2009 году, я начал делать, призадумайтесь, насколько это было давно, делал я его года 4, по-моему, и вот, сделала я, по сути, что-то типа движка, наверное, больше, даже не играть, и вот тогда это действительно так и шло, и действительно вот его делал, мучился, это было какое-то неинтересное, это было больше мучения, наверное, я бы сказал, да, было, и в итоге я действительно бросал, настолько вот, а, ничего не получается, бросил, забью на все, бросил, и на 3 месяца, на 6 месяцев, там, бросал потом, через это время, какое-то время, да, проходит, ах, ну, это все-таки, может быть, вернуться, и потом опять, а вот, ну, вот это вот, и в итоге, делал я это на Flash, помните, может быть, кто-то знаком, вот, Flash, как раз, когда там, в середине этих вот, десятых годов, ну, как 13-14, когда у меня уже, вот, вроде проект начал что-то там являться, Flash, бац, и умер, и проект вместе с ним, можно сказать, да? Ну, да, тут я, а вообще, поддерживает кто-нибудь, ну, в плане этого разработки? Ну, конечно, ну, то есть, жена, да, уже как бы, относится нормально к этому, что, ну, да, конечно, то есть, ну, это хорошо, это самое главное, чтобы семья поддерживать, это самое главное, да, тут я соглашусь, а как она вот вообще, ну, относится к этому, ну, вот, когда первая игра только началась, там, скажешь, да, Леня, а ты что, тебе там, допустим, 30 лет, и как, за какие игры, ну, не такого формата, то есть, адекватно, если захотелось, да? Ну, да, кстати, жена, примерно, она поддерживает, родители такое скептическое отношение высказывали, а, игра, ну, ну, да, родители, это, да, понимаю, не, ну, это самое главное, чтобы, а когда уже игра вышла, уже, соответственно, это, и уже другое мнение, конечно, да, да, тут я согласен, вот еще хотелось бы напоследок, наверное, я как это, ну, я и стал эта фишка сделать, а все равно у каждого разработчика своя работа, свое время, и какую-то мотивацию получить, то есть, ну, во-первых, для меня, да, я как дизайнер, у меня много подписчиков дизайнеров, есть друзья-разработчики, да, тоже, которые только начинают от своей проекта, только изучают, там, моделирование, там, блендер, да, то есть, вот это все, игровую индустрию, вообще, вот, хотелось бы как-нибудь мотивировать так, что, ну, что вот, вот, не бросали руки, и вот, шло все. Хорошо, скажу, у меня есть некоторые мысли по этому поводу, как раз, Я даже соберу потом, соберу всех разработчиков, вырежу эти все, и мотивации ролик сделаю по мотивациям, нет, честно. Вот многие, да, многие говорят, не беритесь за крупные проекты, вы застрянете, делайте маленькое, типичное, там, платформер, зато выпустите, ну, я знаю про это, я даже сам пытался, я вам скажу, что все равно приходил к большим проектам, и я считаю, надо делать то, что интересно, в первую очередь, интересно то, что душа лишит, ну, да, я наступил на грабли, что там 4 года делал, но потом все равно, ну, как-то поменял свое отношение, концепцию, научился делать более быстро, урезать там, ну, да, большой проект, но всегда можно что-то урезать, есть, но когда интересно, они вот, лишь бы сделать платформу, заработали там денежки, там, еще чего-то хуже, там, какую-то ерунду, ну, и зачем тогда вообще в ГМДФ идти, если, и потом еще момент, если ничего не делаю, ничего меняться не будет, вот, такой типичной, я не знаю, как сказать, офисной работе, да, и ждать, что случится какое-то чудо, что-нибудь там изменится, и жизнь, вот, станет вдруг интересной, там, что-то, нет, оно само не, ну, нужно работать, постоянно работать, нужно что-то самому сделать, само оно не придет, и для меня вот это вот в ГМДФ, это прям какое-то такое окошко в мир возможностей открыло, да, ну, то есть, вообще, в принципе, ну, проекты, ну, окупили так в свое время, там, ну, затраты вообще просто, не говори сколько, все, отлично, да, прям, но это самое главное, чтобы, я как бы не из-за того, что прям игры сделаны там из-за денег, либо еще что-то, это, конечно, понятно, что в первую очередь для души, для игроков, ну, так просто все равно, чтобы люди понимали, что это все окупается, что на этом и можно заработать, да, главное относиться в принципе к проекту, к своему, по крайней мере, относиться с, не знаю, цинизм, уважение, ценить вот это все, ну, саморазвитие вот это, вот этим всем заниматься, и тогда, мне кажется, главное не опускать руки, как все говорят, главное не опускать руки, если что-то не получается, не обращать внимание в первую очередь на хейт, потому что он, в принципе, будет всегда, во-первых, в России это прям распространенно, то есть тут может, я пиздю, грубо говоря, восьмилетний так расписать, что он охеренный дизайнер, и у тебя проект говно, не обращайте на это внимание, просто живите, учитесь, работайте, и все у вас будет, все у вас будет. По этому поводу, кстати, могу сказать, что по этому, у нас русский NGMD, действительно, он, как бы сказать, не очень добрый, по сравнению с западным. Да, потому что, да, многие даже судят, то есть он не дизайнер, но он видит со стороны, что это полное жжо, допустим, но он даже не понимает, что это, он знает, да, есть такая программа, но он, я просто по себе, вот у меня бывает тоже зритель, такие, вот ты не так играешь, вот ты не это так, не то делаешь, ты обзор не так делаешь, а ему 14 лет, но зато он знает, как жить, как что делать, как что, ну, то есть, такого будет очень много, и поэтому, ребята, никогда не обращайте на это внимание, это, я так называю, это те самые конкуренты, которые хотят тебя убрать, вот я так считаю, что это те самые злые люди, вот эти маленькие гоблины, без разницы какого-либо возраста, это просто тупые завистники, то есть, любой проект, вот даже я возьму с себя, да, то есть, я не говорю, что вообще, очень много разработчиков, многие игры, бывают и пиксельные, я делаю там обзоры, вот, ваше делал, там многие, да, вообще миллионы, ну, и не скажу, что миллионы, конечно, я тоже загнул, но игр 400, я точно обзоры сделаю, то есть, выпускаю, и мне присылают до сих пор на почту, я в шоке, как купленово присылают на почту, то есть, я делаю обзоры на эти, и, конечно, есть у каждого свои какие-то ошибки, но это очень тяжелая работа, на самом деле, и мы должны просто их разработчикам, по крайней мере, ну, говорить об этом, что нужно, вот эту критику, просто они воспримут, исправят, и делают так, как нам лучше, и все, то есть, не нужно хитерить, материться, там, говорить, что, а, вот, не, я не буду, не буду, это все равно, это тоже самая работа, как работа на заводе, то же самое, просто сидишь, это нужно все продумывать, это как, алгоритм ударит, возьмет, как примет, это все равно, это нужно думать, это не так все просто, как вам кажется, ну, что-то я тоже заговорился, поэтому, в принципе, я думаю, на этом мы и закончим, в гостях у нас был разработчик FLEON Games линейки игр L.Marium, Леонид, спасибо, Леонид, очень приятно было пообщаться, да, очень приятно было познакомиться, все ссылочки, конечно же, я оставлю в описании, на группу, на канал, то есть, на стимовские проекты обязательно будут в описании, ребятки, подписывайтесь, поддержим, давайте Леонида, в первую очередь, конечно же, ну, и протестите, Сань. Спасибо. Всем пока. Спасибо, я.